Добрый вечер! Я бы сегодня хотел записать видео, наверное, мое личное мнение о том, как нужно выбирать шины. Неважно, это зимний, летний, БУ, новый. Вот лично мое мнение, как я подхожу к этому вопросу. Для себя я в первую очередь определяюсь ценой. То есть есть определенная вилка ценовая, из которой я буду исходить. Как бы я не хотел купить, скажем, Микки Томпсон, но если у меня на него нет денег, да, и пусть даже для меня это будет идеальная резина, которая проездит со мной 20 лет, то я в любом случае, ну, не смогу, не смогу я себе позволить. Поэтому зачем заморачиваться, да, и я сразу ставлю себе определенный какие-то диапазон, да, какой-то диапазон цены и уже начинаю из него исходить. Допустим, дальше я бы определялся, во-первых, с тем, какая шина мне нужна. То есть мне нужны зимние, мне нужны летние, мне нужны, допустим, все сезонные шины, да. Ну и, соответственно, я бы определился как минимум с тем, какие шины мне вообще в целом нужны. Ну, тут бы я больше смотрел, я имею в виду про новые РБУ, я бы здесь, наверное, больше смотрел на то, что вообще присутствует на рынке, да, исходя из выбора, безусловно, но этот вариант нельзя скидывать, потому что есть идеально новые шины, ну, практически, да, с пробегом в тысячи километров. Просто человеку не подошел либо размер, либо, ну, неправильно ему подобрали, он готов с серьезной скидкой отдать, а вы, ну, видите, что пробег минимальный, шины дорогие, высокотехнологичные, и нужно, допустим, как минимум рассмотреть этот вариант, да, либо, ну, либо брать, скажем, вариант, который стоит дешевле, но прям вот новый салонный. То есть, ну, безусловно, какая-то должна быть альтернатива, и такой вариант я бы тоже рассматривал, поэтому в любом случае я не скидываю со счетов БУ-варианты. Касательно зимы, всесезонки и лета. Лето мы понимаем, да, о чем речь идет, соответственно, но здесь есть некий нюанс по поводу того, что, ну, скажем, если мы говорим про джип, то, как правило, АТ, АТ, ГРЯЗЬ, это все варианты всесезонные, МС, то есть, ну, понятно, что мы не говорим про зиму, мы уже об этом говорили, куча информации есть в роликах, да, о том, что где-то вот трехпиковые, где-то МС, но тем не менее, то есть мы подразумеваем, что если мы берем, скажем, или чисто летний рисунок ТОИ СТ-3, да, направленная елочка, да, ну, просто для понимания удобно, либо мы берем, скажем, их же вариант ТОИ АТ, который, кстати, снялся с производства, насколько я понимаю, в этом году, и все, дальше пошла ТОИ АТ, которая очень интересно, по-моему, была малазийская, сейчас стала японская, вот, то есть, ну, мы понимаем, да, но есть мнение о том, что шина всесезонная, ну, в данном случае АТ, она будет мягче, она больше изрезанная, у нее больше склонность, скажем, к демпфированию, да, то есть она более мягкая, это исходя из того, что она должна, естественно, как-то работать на минусовых температурах, поэтому она просто физически чуть мягче, чем должна быть чисто летняя, да, но опять же, здесь мы отталкиваемся от того, что нам необходимо, поэтому, если мы собираемся ездить, скажем, круглый год, и у нас не сильно большие перепады температуры в сторону минус, то, может быть, есть смысл просто купить всесезонные шины, ну, пусть это будет Нокия Наратива, допустим, АТ, да, пусть она будет с трехпиковой горой со снежинкой, либо вы рассматриваете, скажем, ну, какой-нибудь другой вариант, ну, давайте так, для сравнения, пусть будет General Grabber АТ-3, либо вы с, ну, той же, той HT сравниваете ее и так далее, то есть, ну, той UT и так далее, то есть, ну, здесь должно быть вот в голове какое-то понимание того, как вы это делаете и для чего вы это делаете. Касательно, допустим, зимних, когда меня спрашивают, все-таки шипы или липучка, есть еще и третий вариант, в принципе, Евразима, да, то есть, ну, это на высокопроизводительные кроссоверы, на, скажем так, на, а, и, собственно, и седаны, да, и легковые обычные машины, и очень много, то есть, это обычно от 18-го размера и выше, там уже есть Евразима, как это принято называть, да, это, грубо говоря, это спортивная липучка, у которой она чуть жестче, потому что она должна держать дорогу на больших скоростях, то есть, ну, не как обычно, там, 190-210, да, у них там есть и V, W, то есть, 240-270. То есть, здесь вот нужно просто понимать, да, из чего мы исходим. Я просто не хочу забегать дальше, естественно, там оно исходит от других факторов, но в целом нужно просто понимать, что вы, в принципе, изначально хотите, к чему вы больше склонны, то есть, вы хотите брать липучку, то есть, фрикционную шину, да, или вы хотите брать шипы, то есть, ну, в целом в голове должно быть, должен быть какой-то фактор, либо вы, ну, скажем так, сомневаетесь, опять же, должна быть альтернатива, вам должен, как-то ваш менеджер по продажам вам донести информацию о состоянии рынка на текущий момент, то есть, о выборе, в принципе, да, который у вас есть. И вы должны, естественно, из этого выбора уже исходить, исходя, опять же, из своих каких-то внутренних соображений. Вопрос очень важный, какая у вас машина. Это не говорит о том, что человек, допустим, заморачивается, или он хочет вам предложить какую-то другую резину, или заморочить вас. Ребят, объясняю, в чем вопрос. Когда вам задают вопрос, обычно это происходит по телефону, когда консультант говорит, а какая у вас машина, когда вы просто представляетесь и говорите о том, что у вас есть желание купить какие-то определенные шины. Для чего это делается? Значит, во-первых, есть разные машины, да, то есть, сам тип резины может быть легковой, он может быть СЮВ, он может быть ЛТ, он может быть СИК-коммерс, то есть, во-первых, тип шин самой, да, то есть, это мы сейчас уже про лето говорим, ну, про резину в том числе, но я, как бы, сейчас больше к лету, наверное, буду склоняться, потому что у нас сейчас весна, и, соответственно, я думаю, что это видео будут смотреть и люди, которые выбирают, ну, на текущий сезон. На текущий сезон шины, значит, помимо этого, помимо этого, то есть, во-первых, касательно ЛТ и СИ, опять же, ИСЮВ, в чем отличие? То есть, ЛТ это лайт-трак, это, ну, как бы, легкий грузовик, то есть, у нее повышенный индекс нагрузки, чуть об этом дальше поговорим. Также, допустим, ну, как бы СИК-коммерс, ну, плюс-минус то же самое, что ЛТ, то есть, повышенная прочность боковины, соответственно, увеличенная нагрузка, то есть, это шина немножко для другого вида транспорта, но она пересекается по размерам и с обычными шинами, которые вообще идут на просто, на легковую, то есть, скажем, вы можете на аутбак поставить цешку, зачем она вам нужна, да, либо, наоборот, вам нужна цешка, вам поставят обычные колеса от Субару, условно говоря, и вы будете ехать и будете задаваться вопросом, почему у меня на каждой, ну, хорошей яме вылазит шишка, да, грыжа боковая или, ну, еще какая-то деформация шины происходит, которая вообще не должна быть, да, по заявлению производителя. Поэтому здесь очень важно. Следующий момент. Момент в том, что у многих, значит, машин сейчас уже, идет run-flat шина. Почему? Потому что у нее просто, во-первых, у нее нет запаски, потому что у нее run-flat, зачем она ей? Она ей не нужна, то есть, машина в любом случае, при, ну, практически любом повреждении шины, она доедет до сервиса, купит новую шину и уедет дальше. Ей не нужно этим заморачиваться. Во-вторых, естественно, run-flat шины, они крепче, они при повреждении на большой скорости, ну, крайне мало влияют вообще на траекторию, то есть, машина остается вот по тому же практически вектору, по которому она едет. Поэтому здесь немаловажный фактор, естественно, влияет какая-то машина. Если у вас, скажем, пятерка BMW, да, и а то, и может быть она и М, да, то, соответственно, о чем вообще речь? Туда, конечно, надо ставить run-flat. Но, опять же, все по деньгам. Может быть, вы не хотите этим заморачиваться, либо вас, по приоритетам, да, вас, ну, не устраивает такая жесткость, вы хотите помягче. Ну, опять же, да, давайте об этом чуть дальше. Я просто чуть-чуть забегаю, потому что, знаете, хочется как-то вот по порядку объяснить, но и все равно приходится цеплять некоторые последующие пункты, да. То есть, про run-flat обязательно нужно понимать, да, что человеку нужно тогда донести, что у вас шины run-flat. Мы можем предложить вам шины не run-flat, то есть, шины, которые проткнутся, и вы останетесь на дороге. Все, у вас нет запаски. Вы будете вызывать, скорее всего, эвакуатор, который будет тащить вас до ближайшего центра. Но зато эти шины, условно говоря, стоят в два раза дешевле. Условно, просто для понимания. По поводу СЮВ варианта я недорассказал. Значит, смотрите, есть, опять же, я вот сейчас боюсь немножко вас ввести в заблуждение, но, условно говоря, возьмем, скажем, Сузуки Витару и, скажем, Мерседес С-класс рубль 40, 140-й. У них один и тот же размер. Что у того 235-60-16, что у этого 235-60-16. Но мы же с вами понимаем, что это легковая машина, здесь нужна вот такая шина. А у, допустим, у кроссовера, у Сузуки Витары, соответственно, должна быть другая шина. Теоретически, да, чисто теоретически, мы можем поставить и туда, и туда одну и ту же машину, одну и ту же резину. Но зачем? Когда мы должны исходить из потребности, из необходимости, из пожеланий и из машины. Конструктора не идиоты, они придумали. И, по сути, у многих производителей есть на этот размер и Сюв-шины, да, которые, соответственно, имеют немножко другой рисунок, да, соответственно, это другой протектор, это другой каркас, это, ну, это строение другое, да, и есть на высокоскоростную машину, да, на того же Кабана крепкие шины, которые должны по большим скоростям нести, собственно, эту машину, да. Поэтому это очень важно, ребят, я подчеркиваю, то есть не надо, потому что очень многие, а вам какая разница, ребят, разница в том, что человек хочет реально вам помочь, ну, как я предполагаю, да. Дальше я обычно задаюсь вопросом, как на ней ездить. То есть вы будете ездить быстро, вы будете ездить медленно, то есть от этого зависит вообще выбор, во-первых, типа шины, да, то есть я имею в виду, вы хотите какую-то простенькую бюджетную шину низко, я имею в виду маленького размера, то, скорее всего, это будет симметричная шина, да, потому что это просто бюджетный вариант. Вы хотите красивую направленную елочку для мокрой дороги, это другой путь, но она будет более шумная на асфальте, да, то есть мы понимаем, что когда она с блока будет просто перепрыгивать с блока на блок, это дополнительный шум, дополнительные вибрации и так далее. Это не говорит о том, что это плохо, это просто, ну, фактор, да, который нужно понимать. Есть симбиоз двух данных шин, да, есть асимметрия, которая, в принципе, ну, она выбрала в себя все преимущества и той, и другой шины, то есть ее не нужно демонтировать с диска для того, чтобы поменять со стороны с левой, допустим, на правую, как это, допустим, придется делать на направленной шине, вам придется демонтировать шину с диска. Но, тем не менее, вы на асимметрии получаете, конечно, другие показатели. Вы, это высокотехнологичная, как правило, шина, она стоит дороже. Поэтому нужно понимать, если вы ездите, допустим, на даже той же самой Nexia, вы должны четко для себя определить, как вы на ней будете ездить. Потому что Nexia может ездить быстро, она может ездить медленно по-пенсионерски, она может ездить и так, и так одновременно. То есть, ну, вы поймите, я всегда за то, что нужно выбирать все-таки более углубленно. Я сейчас постараюсь без вот этой пучины, вот этих терминов изготовления шины, я максимально пытаюсь простым языком объяснять, но я хочу донести информацию, как бы, чтобы вы выбрали, и чтобы вас не ввели в заблуждение, но и вы выбрали то, что вам необходимо. Значит, как ездить? Мы определились, да, вам нужна или спортивная, или по мокрой дороге, или бюджетная, такая, скажем, низкоценовая какая-то шина, которая будет, ну, недорого вам стоит, да, и никак по вашему бюджету не ударит. Здесь мы должны понимать об этом, но если вы собираетесь ездить быстро, то, ребята, опять же, да, мы понимаем, что это дополнительные затраты. И если вы собираетесь ездить быстро, вы должны еще более щепетильно подходить к данному вопросу, потому что это безопасность, шина, это единственное, что соединяет автомобиль и дорогу. Помните, пожалуйста, об этом. Фактор, где ездить? Я очень часто об этом задаю, потому что, как правило, ну, и в интернете, и так, скажем, по-дружески кто-то спрашивает, да, ну, вот, я подбираю себе... Ну, давайте для кого-то такого среднячка возьмем очень удобную машину 4Runner в 215-м кузове. По сути, это, знаете, такой хороший джипчик, но при этом он комфортный, он городской, он семейный, но он же может ездить по бездорожью, поэтому на него можно поставить высокоскоростную шину, какую-нибудь асимметрию, да, на 20-й размер, 265-50-20, да, ну, как минимум, если мы не меняем размер, да, мы можем какую-то елочку поставить красивую, если человеку нравится, можем поставить НИТА НТ-420, да, асимметрию, мы можем поставить просто обычную, я не знаю, асимметрию, но трассовую, да, высокоскоростную, мы можем поставить наоборот HT-вариант, потому что это будет еще вариант съехать с асфальта, плохой какой-то асфальт, да, ну, такой не совсем такой крепкий грунт, да, чтобы был вариант, допустим, съехать, да, с асфальта для этого есть HT-варианты, да, в любом случае, которые добавляют какой-то прочности к шине обычной шоссейной, ну, естественно, они начинают проигрывать тем по скоростным, по комфортным и так далее критериям, это тоже нужно понимать, дальше, мы можем сказать, что мы будем ездить по всем дорогам, нам важно оставаться и на трассе на хороших скоростях, с комфортом, чтобы она не гудела, чтобы руль не била, чтобы она на кочках на каждой не подпрыгивала, потому что, ребят, если мы выбираем АТ-шку, АТ-шка может быть разной, General Grabber в размере 265-60-18, которая, кстати, подходит на 4Runner в 18-х дисках, да, это Prada 150-180 и 120, да, и, в принципе, 95-й и так далее, да, она есть и 6-слойная, она есть и 10-слойная, и поэтому, если вы ездите, скажем, по скальнику, если вы ездите, ну, по каким-то таким кушарам, где можно бочина не выдержать у обычной 6-слойной шины, то, естественно, вы берете 10-слойку, да, вы не берете грязь, потому что она вам нафиг не нужна, вас интересует бочина, плотная бочина, и это два абсолютно одинаковых рисунка, только у одного бочина более плотная, у другого нет, поэтому просто имейте об этом в виду, такое присутствует на рынке, и есть ЛТ-шные, конечно, варианты, но, как правило, у ЛТ-вариантов там немножко другой размер, а я имею в виду одинаковый размер, но при этом исполнение шины есть и усиленное, и обычное, поэтому очень важно, где будет ездить машина, либо, допустим, тот же 4Runner, даже сейчас уже есть эти размеры, причем в большом ассортименте родной размер 265-65-17 есть грязевая шина, то есть, как правило, грязевые все были 265-70, и надо было увеличивать, то есть, получалось увеличение высоты, и, во-первых, за счет того, что 70, а я напомню, что 70 это профиль, да, но 70 это не высота в миллиметрах, это 70% вот от ширины, от сантиметровой ширины, это вот их процентное соотношение, то есть, если вы поймете, сколько 70% в процентах, да, вы поймете, сколько у них высота в сантиметрах, если, опять же, это вам необходимо, раз. Во-вторых, за счет МТ шины, у нее, в принципе, протектор высокий, да, то есть, ну, там, как минимум, он там не 0,8, не 1,2, он может быть 1,4, 1,5, 1,6 протектор по высоте, то есть, вы и так выросли, и еще за счет протектора, то есть, сейчас уже этой проблемы нет, сейчас есть, в принципе, родной рисунок, ну, то, что он там на сантиметрах выше, за счет того, что, условно говоря, у него выше протектор, оно туда встает, ничего не задевает, и все. Но это другая дорога, это другое покрытие, это другие заморочки, и, соответственно, здесь просто нужно понимать, что вы хотите, что вы хотите, где вы будете ездить. Безусловно, нужно принять все факторы, потому что, если вы ездите на дальние расстояния, где не берет телефон, где не берет, ну, то есть, где нет вообще никакого трафика, который сможет просто элементарно вас забрать дальше, да, либо кому-то передать, чтобы они за вами приехали, привезти как-то шины и вам помочь, поэтому, ну, там нужны, естественно, крепкие шины, да, и там такие варианты, как я хочу акустического комфорта, да, конечно, наверное, мы можем, допустим, попробовать к этому приблизиться, да, за счет того, что мы просто возьмем, скажем, это, опять же, не реклама, я просто хочу для понимания, да, мы возьмем просто, это удобный вариант, мы возьмем General, не шестислойный, а восьмислойный, да, десятислойный, да, и вы, соответственно, будете себя чувствовать более комфортно, но, может быть, в грязевом варианте будет еще больше, как бы, такого внутренней уверенности, того, что вы бочину не пробьете, что вы проедете по грязи и нигде не застрянете. Поэтому, обязательно обращаем на это внимание. Очень, очень немаловажный вопрос, что ждет человек от шин. То есть, человек обычно, ну, как правило, когда говорят, чего вы ждете от шин, ну, я хочу купить хорошие, недорогие шины. Хорошие, недорогие шины выбрать можно, но, нужно, опять же, понимать, человек, и нужно задавать наводящие вопросы, либо самому себе, либо, соответственно, клиенту. Вы задаете вопрос, получаете на него ответ. Старайтесь как-то, ну, чтобы более развернуто, для того, чтобы вы должны объяснить человеку, что я должен вам помочь. И при большей информации, я смогу дать вам больше информации, соответственно, больше выбора, и более четко мы подберем то, что именно вам необходимо. Значит, к чему я? Кому-то очень важно, скажем, на BMW, X6, X5, слезть с Runflat'а, купить себе обычные шины, для того, чтобы просто было комфортней, чтобы они не гудели, они не были жесткие. То есть, машина сразу становится плавнее. Да, она, естественно, уже там не влетает под 200 в повороты, да, это другая история. то есть, она влетает, но, скажем, у вас уже больше йокает сердечко, да, но, допустим, человек говорит, а мне не нужно это, мне не нужно, я просто хочу мягче ездить, мне достаточно, я езжу по-пенсионерски, 40-60, а то и 20, так, аккуратненько. Мне это не нужно, мне важно, чтобы она была тихая, но здесь мы, соответственно, должны понимать, у, практически у, топовых, у всех, очень, развито, да, вот этот момент, что они на акустический комфорт ставят большую ставку, и они, Continental, Michelin, Goudier, Pirelli, ну и остальные производители, я имею ввиду, да, то есть, они, естественно, стараются там прям замерять децибелы, сколько вот следующая модель идет, но я еще раз хочу сказать, что вы же помните диаграмму, да, если вы подтягиваете одно, то, как правило, вы начинаете проигрывать в другом, очень тяжело, даже остаться на этом, и какой-то вариант вытянуть, как правило, это происходит, ну, 1-3%, это очень хорошо, чтобы не потерять не везде, и хоть где-то на эти проценты подвинуться, но тем не менее, прогресс не стоит, шины компании делают все для того, чтобы вам было комфортно, безопасно, интересно, и максимально дешево, да, ну, это вот, сугубо мое мнение, да, но, вы должны понимать, что, скажем, Pirelli, наверное, если мы берем Verdi AS, наверное, Verdi AS будет шумнее, чем, скажем, Pirelli Pizero, да, ну, потому что Verdi AS, это как бы всесезонная шина, то есть, AS это All Season, она больше нарезанная, соответственно, ну, вот это вот размягчение, да, она может быть более мягкая, именно по протекторной части, да, более цепучая, если мы говорим про холодное время, ну, скажем, про не гололед, конечно, а просто про осень, про межсезонник какой-то, либо просто про мягкий климат, но, тем не менее, она будет более шумная, потому что, в любом случае, есть какой-то перекат, то есть, нет цельной резины, она есть все равно изрезанная ламелями, есть какой-то определенный перекат. Вы, допустим, начинаете рассматривать какой-нибудь, ну, более летний вариант, да, ну, допустим, Мишлен, скажем, Туражпи, многим любимым, у 10 лет он уже производится, вы начинаете смотреть на него, потом, вы его покупаете, или, начинаете, ну, сверять какие-то цифры, которые приводят производители, приходят к тому, что, наверное, надо брать, в итоге, Континенталь, Конти Спорт Контакт, ну, какой-нибудь там, пятый, шестой и так далее, то есть, какой есть на рынке, смотря в каком году, о каком году мы сейчас говорим, да, но, в целом, вы понимаете, что он, во-первых, мягче, то есть, у него бок тонкий, у Континенталя, что это дает, да, он еще мягче становится, у него продольные канавки, очень мало поперечных, она, ну, очень тихая, она хорошо рулится, она, ну, знаете, мелкие трещины, на ней просто не чувствуется, да, это, в принципе, от Континенталя переделось, и Гисловеду, и Матадору, и Дженерал, это вот вся их группа, компаний, которые к Континенталю относятся, то есть, они делают вот на эту ставку, но я хочу сказать, что, ребят, это дает и обратный эффект, то есть, такая мягкая шина, она является еще и шиной, которая, ну, не очень крепкая, скажем, да, то есть, конечно, я понимаю, что влететь на, и на жесткой шине, скажем, летней какой-то, ну, пусть это будет, для примера, ну, тоя, это будет Бридж Стоун с хорошим, крепким боком, да, и там вылезет грыжа, а здесь она, допустим, порвется, но, во-первых, на грыжу можно доехать, а здесь вы уже остались без колеса, но, тем не менее, да, в любом случае, здесь нужно понимать, что у всего есть плюсы, у всего есть минусы, человек ждет высокоскоростную, значит, вы подбираете ему, как минимум, от V240, да, и, может быть, там Y, ZR, то есть, выше 320 км в час, то есть, точнее, 300 км в час, вы выбираете ему шину, это, скорее всего, там, Michelin Pilot, опять же, тот же, там есть и Continental, то есть, человек должен максимально вам дать информацию, ну, либо вы должны сами себе ответить, чего вы, собственно, ждете от шин, вообще по приоритетам, да, то есть, я хочу вот это, вот это, вот это, но вот этим, вот этим я готов, готов как-то пренебречь, ну, скажем, да, вот по таким-то приоритетам, вот это мне важно, это нет, это нужно обязательно, потому что, в противном случае, мы просто не подберем ту шину, которая будет максимально за эти деньги эффективна, конкретно для вас, конкретно на этой машине, конкретно вот в это время, это очень важно, повторюсь, фактор, как долго вы будете ездить, к чему я это хочу сказать, если, допустим, вы берете бэу шину, и вы продаете машину, логично, вы берете бэу шины, потому что, у вас мало денег, у вас подвернулся хороший вариант, почему нет, и вы видите, что данные шины хорошие, и в два раза вам переплачивать за новые шины, гораздо прочего бренда вам, опять же, нет никакого смысла, либо вариант такой, что, ну, скажем, если вы будете ездить, на машине год, допустим, даже два, то, скорее всего, вам подойдет, да, практически любой производитель, да, если вы планируете ездить на машине 7 лет, и вы не хотите менять шину, я имею ввиду, ну, там, как минимум, через 2-3 года, вы не хотите просто столкнуться с тем, что вам опять приходится выбирать новую шину, то вы должны, наверное, рассмотреть уже какие-то более, такие, шины, у которых трейдвейр высокий, да, то есть, там, 500, 600, то есть, вот этот фактор износа должен для вас быть, да, то есть, ну, скажем, если это, опять же, джип, то, наверное, есть смысл, во-первых, отдать деньги за Гудрич, да, который, ну, или за Дженерал, или за Дюра Трак, не привязываемся к брендам, я просто хочу понимание, что, допустим, Китай ездит 50-70 тысяч, то Гудрич ездит 120-150 тысяч, вообще не вопрос, но, опять же, да, это мы про средний, среднюю температуру по больнице говорим, то вы здесь должны об этом понимать, да, что есть целесообразность отдать денег и уже не заморачиваться, может быть, даже и не переобуваться, или, допустим, ну, нет смысла, я через полгода ее продам, или я взял машину, я каждый год меняю машину, зачем я буду дарить следующему человеку, ну, то есть, как бы, да, шины, или я вообще никуда не поеду, мне и пойдет бэушная шина, просто лишь бы они там стояли, тогда, может быть, и менять смысла нет, то есть, это обязательно должно быть, но, касательно трейдвейра, есть такой показатель на шине, он на летних показывается, около температуры и трекшена, трейдвейр говорит о том, что вы, я сейчас не буду в цифру удаляться, да, но 500, 600 трейдвейр говорит, что нужно 100 тысяч вы отъездите, в среднем, в среднем, если трейдвейр низкий, как правило, это не говорит о том, что шина плохая, это говорит, что у шины большой зацеп, то есть, если вы посмотрите на слики, вы, опять же, спортивная машина, вы выбираете полуслик, то, как правило, там трейдвейр будет 180, 200, это говорит о том, что у нее очень большой зацеп, то есть, она, ну, то есть, у нее держак отличный, она долго не пройдет, но именно зацеп с асфальтом у нее будет бешеный, и это обязательно нужно понимать, что нужно смотреть и на трейдвейр, и на трейдвейр, и не говорит трейдвейр маленький, о том, что это плохая шина, то есть, ну, в среднем, да, вот, дженерал, недавно, 265, 70, 17, я смотрел, у нее 600, то есть, я больше чем уверен, что 100 тысяч, она отбегает просто, вот, не заморачиваясь, это я имею ввиду до ограничителя, а не до полного износа, до полного износа, я думаю, она проездит и гораздо больше, но я не рекомендую вот в это играть, поэтому есть ограничитель, все, снимаем шины, ну, естественно, конечно, каждый год нужно делать инспекцию шин, чтобы не попасть в какой-то момент, когда у вас шины просто потрескались, у вас вот-вот-вот она уже развалится, ну, пусть она даже, да, 3-4 лет, хотя, по сути, 10 лет шина, в принципе, живет, но об этом позже. Конечно, есть факторы на европейской этикетке, на европейском типе этикеток есть, помимо размерности, у них есть еще вот эти вот факторы, которые они показывают, о том, что как шина, насколько она эффективна, в ней сопротивление качению, то есть, как хорошо она катится, она экономит топливо, да, потому что, может быть, человеку важно именно это, второе, как она ходит по мокрой дороге, то есть, здесь это очень-очень-очень важно, ну, и, соответственно, как она шумит, потому что, когда у вас дорогая машина, вы не хотите, скорее всего, какую-то шумную резину, и вы уже выбираете лучшие из лучших, исходя из, ну, скажем, да и необязательно, если у вас прям совсем дорогая машина, если у вас, скажем, та же Nexio, которая не очень, может быть, хорошая шумоизоляция, вы просто хотите купить тихую резину, но вообще на Nexio, насколько я помню, Continental стоял, ЭКО, отличная шина, отличная шина, ну, она достаточно дорогая, я имею ввиду, если и рассматривать тех же ее коллег по цеху, более бюджетных для этой машины, безусловно, есть размер, да, теперь берем уже непосредственно по шине, по самой, мы уже определились, теперь вопрос, человек говорит, что я, допустим, хочу поменять размер, это его выбор, но вы должны ему объяснить, что если вы выходите за рамки допустимых размеров, вы меняете, по сути, геометрию машины, пусть несущественно, но на поворотах, на скоростях, в развороте, это будет уже чувствоваться, то есть тяжелая шина, я имею ввиду, то, что она выше, во-первых, скоростной, ну, то есть будет врать спидометр, да, во-вторых, тяжелую шину будет тяжелее остановить, и так далее, вы это должны обозначить, я придерживаю всегда того, что, если вы знаете, что делаете, не вопрос, но это должно быть взвешенное решение, вы должны принять все риски, и, соответственно, их минимизировать, это обязательно, но, я бы рекомендовал, все-таки, оставаться на своем родном размере, потому что, опять же, инженеры не идиоты, если они придумают для этой, я сейчас не говорю про спорт, я говорю про обычную стоковую машину, то есть, вот, я хочу чуть-чуть повыше, вот у меня Corolla, я 205-55-16, что-то низковато, я хочу поставить 205-60, в принципе, вариант, ну, нужно человеку объяснить, что я бы, ну, я бы не стал, да, да, будет чуть-чуть мягче, но не принципиально, настолько, насколько, насколько это может ему показаться, но, тем не менее, есть такое, да, или, допустим, на Форестер, там, на старенький, SF5, и 215-60-16, у него стоит, можно поставить туда 215-65-16, да, она не будет практически задевать, но, тем не менее, это уже большая нагрузка, на трансмиссию, на движок, на коробку, на привода, ну, расход, и так далее, и тому подобное, да, вот, об этом всем нужно, просто, ну, не забывать, как минимум. Касательно нагрузки индекса, очень многие спрашивают, а вот какая там нагрузка, вот, на этом размере, как правило, по размерам, если мы говорим про, не сравнение, там, Сюф, или обычную, или ЛТ, и Цшку, если мы говорим про обычный легковой, или, допустим, просто обычный Сюф, то, как правило, если 285-50-20, вот, у него стоит, допустим, там, H, и стоит у него, допустим, ну, от фонаря, да, плюс-минус, так и все и будет у его коллег, потому что все понимают, что нужно делать массово, и чтобы она соответствовала, ну, как минимум, всем автомобилям, которые ездят на этом размере, поэтому здесь я бы не рекомендовал заморачиваться, но, но есть второй вариант, когда, допустим, ну, на Гудриче, наверное, вы видели, есть через дробь, второй, второй индекс, это говорит о спарках, да, когда у вас задние колеса спаренные, то есть, соответственно, здесь, конечно, нужно понимать, если у вас дочь рамы задних колес, или форта у вас какой-нибудь, там, 650, по-моему, то у вас задние колеса спаренные, здесь, конечно, или у вас машина, которая, очень тяжелая, да, дополнительного оборудования, куча, конечно, вы должны это предусмотреть, но, как правило, тогда ставятся шины выше, ставятся шины грязевые, и там уже это все учтено, но об этом нельзя забывать, но если говорить про обычную стоковую машину, то, как правило, производители уже примерно понимают, под какой парк автомобилей они делают данный размер, и это все учтено, но, конечно, сюда взглянуть не помешает. Касательно даты, очень много об этом разговора, как правило, 10 лет при должной эксплуатации, при должном хранении, шина живет. У Continental на этикетке написано, что если шина не начала эксплуатацию в течение 5 лет, она должна быть утилизирована, если я правильно помню, то есть до 5 лет, она, в принципе, может лежать у дилера. К чему я это говорю? Что очень многие говорят, в 18-й год, в 19-м году, или, допустим, давайте возьмем сейчас, очень многие звонят, еще в январе, да, здравствуйте, мне нужны шины, они же у вас уже 20-го года. Ребят, как происходит выпуск шин? Есть отдел, который занимается сбором заявок, и формирует план производства, то есть это не так, чтобы выпустили 10 там шин, да, вот этих, давайте перенастроим линию, теперь сделаем вот эти еще шины, да, давайте вот этим, а потом опять давайте вернемся. Перенастройка линий, временно, очень затратная вещь, опять же, ну это же просто, это деньги, да, давайте будем уже от этого, как минимум, отталкиваться, да, то есть они, допустим, вот решили мы сегодня, в ближайшие 2 недели будем, потому что, ну вот у нас есть заявка на вот такое количество шин, данной модели, данного размера, мы будем делать 275-60-20, вот именно такой шины, ну скажем, ТОЯ, да, вот мы будем делать это, ну, наверное, там в 20-м году, ну вот, начнем мы там с 4-й недели, и на 10-й неделе мы закончим, потому что вот у нас есть такое количество, потом, оно выпускается, оно лежит на складе, на основном, ну я имею ввиду на том, которым она произвела, да, это я сейчас имею ввиду, что они еще начинают, конечно, тестировку той шины, которую они выпустили, да, все, они выгнали, условно говоря, всю партию, положили ее на схлап, дальше, им нужно как-то ее отправить кому-то, да, ну скажем, если это Япония, то должна быть логистика какая-то в СНГ, или, я не знаю, куда-либо, не суть важно, да, это тоже время, то есть, во-первых, согласование сроков, во-вторых, сами сроки логистики, во-вторых, да, она дошла до дилера, пока дилер ее поставил себе на приход, пока он ее разместил на основных складах, ну соответственно, он еще и должен растаможить был, пока он ее развез на какие-то свои торговые точки, пока до торговых точек дошли вы, это промежуток может быть в целом 2-3 месяца, но может быть длиться и год, скажем, да, всякое может быть, поэтому говорить о том, что вот 20-й год, а что-то у вас шины в этом году пришли, 19-го года, это нормально, это нормально, во-первых, они могли произвестись еще полгода назад, у них они есть на стоке, потому что заранее их заказали, ну а почему нет, что они сейчас будут, ну это же, видите, не такое производство, как сделать, вот раз захотел и сделал, то есть, это очень серьезный, очень серьезный вид производства, очень щепетильный, и поэтому определенное время занимает, то есть, ну я думаю, что минимально все то, что я видел, это, наверное, два месяца, то два месяца должно быть, ну как минимум, если это прям близко, если это не Япония, если может быть это Китай, или Россия, ну тогда да, тогда оно там, в течение месяца может уже поступать, может быть даже и быстрее, то есть оно там произвелось, быстренько на основной сток, с основного стока на маленькие, какие-то перевалочные склады, да, дальше до дилера, а дилера до дистрибьюторов, ну и так дальше, да, но тем не менее, вы должны это понимать, я просто хочу донести, что это очень важно, во-вторых, очень важно хранение шин, допустим, если шина лежит у официального дилера, я ей уже два года, а вы сравниваете ее, скажем, что она лежала у кого-то частника, скажем, в гараже, в котором, ну может быть, допустим, там 50 градусов летом, да, вы покупаете зимнюю резину у него, но я бы, наверное, лучше выбрал, скажем, 16-го года у дилера, чем у соседа, непонятно, как хранившуюся шину, что она не лежала, как там, какая температура была и так далее, это очень важно, потому что, вы наверняка видели, на шинах есть, вот эти вот метки, которые разноцветные, это говорит, то есть, это для ротации шин на складе, на больших стоках, оно обязательно должно идти ротация, то есть, шина, которая полежала здесь, она уходит наверх, для этого идет цветовая дифференциация, то есть, ну вот так, к слову, поэтому очень важно, где хранилось, очень важно, потому что, порой, порой встречаешь полугодовалую шину, но ей просто уже, она очень в печальном виде, поэтому, здесь, это нужно понимать, следующий момент, я, наверное, сдвое эти два варианта, то есть, она должна быть актуальна, сама по себе, то есть, модель, которую вы выбираете, пусть она вам всем понравилась, пусть у нее шикарная цена, как правило, эта шикарная цена, может быть, из-за того, что модель просто не выпускается больше, и вы, собственно, взяв эту модель, вроде как бы выиграв по цене, получаете следующую ситуацию, следующая модель дороже, может быть, да, но, во-первых, она высокотехнологичнее, мы все-таки за прогресс, да, мы хотим купить шину, которая, ну, по последнему слову техники, да, сделана, получить какие-то максимально эффективные технологии в ней, а вы, сэкономив какую-то незначительную, как правило, вследствие лет выясняется, что это не такая большая сумма, за которую можно вообще было заморачиваться, берете шину не такую хорошую, допустим, не следующей модели актуальной, к чему это приводит, во второй момент, во второй момент это приводит к тому, что вы не можете докупить шину при ее утере, вследствие какого-то деформации, порыва, пореза и так далее, то есть, вы, скажем, взяли шину, которая, ну, уже два года не выпускается, где вы будете ее добирать, естественно, такой комплект будет продаваться по скидке, но, я не говорю, что его не нужно брать, если вы твердо знаете, что на рынке их еще много, она только снялась с производства, то так сделать можно, но, если это уже там три года не выпускается, вы не видели больше эту шину нигде на рынке, вам все в один голос говорят, да это уже не то, что вчерашний, это позавчерашний день, то, ребят, ну, вот, я думаю, ход моих мыслей понятен, всегда нужно смотреть на актуальность, потому что должно быть все-таки момент того, что вы в любой момент должны докупить эту шину, она должна быть актуальной, ходовой, и в большом количестве завозиться в вашем размере, в ваш город. В заключении хочу сказать, что, вот, твердое мое убеждение, одно из одного не выбирают, я всегда рекомендую, ну, как минимум, несколько вариантов, да, не обязательно, допустим, даже ценовых, вот мы, допустим, определили, что у вас, ну, скажем, Lexus GX 470, вы ездите с семьей, ну, ни на охоту, ни на рыбалку, ну, вы любите ездить куда-то, вы любите активный отдых, и мы, собственно, понимаем, что у вас, скорее всего, вам, давайте, да, отметим даже, HT, вам нужно AT, и мы понимаем, что вот, за определенное количество денег мы можем себе позволить Toyo, мы можем себе позволить и Kagama, мы можем, наверное, себе даже позволить Bridgestone и Nokian, но вот здесь вот мы начинаем с вами думать, давайте вкратце, Bridgestone будет самый дорогой, наверное, я так думаю, у Nokian будет полная гарантия, да, до 4 миллиметров, это большой плюс, да, у Bridgestone тоже есть гарантия, но, там немножко про другое шина, во-первых, то есть она больше городская, она больше круглая, она больше комфортная, естественно, чем Nokian, ну, Nokian больше AT, да, то есть она больше зубастая, здесь просто раз, и уже два, два варианта альтернативных, которые у человека есть, и он понимает, что ему больше нужно, ему нужно больше рыть машиной, или все-таки проезжать, если по песку, то, наверное, Nokian ему ни к чему, ему нужен Bridgestone, при этом он хочет остаться при гарантии, вот, то есть это обязательный фактор, да, я имею в виду при расширенной гарантии, тогда мы перестаем рассматривать, допустим, ТОЯ, так как, ну, в нашем регионе ТОЯ не дает расширенную гарантию, но добавляем сюда, к этому же, количество замечательных шин, еще и Икогаму, Икогаму, прекрасная шина для этой машины, 265-265-17, она, в общем-то, что-то между, наверное, ними посередине, но у нее очень тонкий бок, очень тонкий бок, для комфортной езды по асфальту, по плохому асфальту, она демпфирует прекрасно, и вот у человека есть уже три варианта, и из трех вариантов, он уже сам делает выбор, да, безусловно, я, конечно, ему могу подсказать, но все равно человеку ездить, и он должен принять выбор, всегда должна быть альтернатива, я вот твердо в этом убежден, и только, когда у вас есть выбор, который вам сузили, из большого количества того, что, в общем-то, можно было поставить и грязь, и шоссейку, и шоссейку спортивную, да, и елочка, и так далее, из кучи ассортимента, которые сейчас есть на рынке, вам выбрали три для вас актуальных протектора, объяснили все плюсы, все минусы, я просто сейчас не буду далеко разбирать, потому что мы вообще сейчас в час уйдем, но вам сузили, и дали выбор, вот здесь вот уже ваша задача, все-таки поприоритетно понять, что вам нужно, ну, и, соответственно, понимать, что, да, что 15-е вышло недавно, Nokia Narrativa AT+, собственно, выпускается уже давно, но она пока еще актуальна, и не собирается сниматься с производства, Bridgestone AT001 актуален, тоже не так давно, собственно, появился, поэтому, вот из этих вот вариантов, вы, соответственно, понимаете, что вам нужно. Я очень долго пытался вот это вот все сформулировать в короткие сжатые сроки по времени, но, к сожалению, не получилось. Если такое видео кто-то досмотрит до конца, буду очень рад, если оно кому-то поможет в выборе. Хороших продавцов, и всего вам хорошего. Продолжение следует...